Сегодня пойдет разговор о такой комплексной программе, которая подразумевает очищение от токсинов любого рода, так называемых гомотоксинов. Кроме сегодняшнего семинара, следующий через неделю семинар будет посвящен как раз вопросу о большой защитной системе, лимбической системе, то есть именно о тех защитных механизмах, которые у нас в наших программах называются защитными реакциями и защитными силами, но не всегда бывает понятно, что подразумевается. Естественно, я не буду стараться загрузить вашу память излишними анатомическими деталями, но тем не менее некоторые вопросы надо обсуждать уже сегодня. Прежде всего, естественно, возникает вопрос о том, кто такие гомотоксины, откуда взялся этот термин и почему этот вопрос так серьезно поднят. Сейчас опять вновь поднимается средство массовой информации, да и мы сами знаем о существующей проблеме интоксикации, то есть накопление в наших органах и тканях, и околоклеточном, даже внутриклеточном пространстве различных токсинов различного происхождения. Если паразитов мы уже обсудили с вами достаточно подробно, но еще, конечно, будем обсуждать. Тем не менее, вопрос о происхождении болезней, связанных с вопросом накопления токсинов, интоксикации, аутоинтоксикации еще говорят, у нас есть такие программы, то есть это болезнь, состояние человеческого организма, вызванное накоплением во всех тканях без исключения совершенно разнообразных, но вредных для человека токсинов. Вот поэтому и возникло такое название гомотоксикоз, который был предложен основателем науки о болезнях, вызываемых интоксикацией, гомотоксикологии, Гансом Генрихом Реккевегом еще в прошлом веке. Но это не так давно было, как вы видите, по дате смерти Реккевега 1985 год. Но Реккевег ввел такое общее, суммарное, обобщенное название, что такое гомотоксикология, это наука о человеческих токсинах и ядах. Обычно вещества, которых организм не нуждается и которые должен вывести из своего собственного организма различными органами, которые заранее природа одарила наш человеческий организм, это органами-фильтрами, как раз и можно отнести к понятию гомотоксинов. Эти токсины можно различить, так как это и принято, на экзогенные эндотоксины, которые, собственно, поступают в наш организм извне. Сюда относят по теории Реккевега любое вещество, любое газообразное, жидкое, электромагнитное, которое может нанести вред нашему организму. Это и выхлопные газы автомобилей, различные электромагнитные излучения аппаратов, которыми мы пользуемся, естественно, вредные выбросы в окружающую среду. И еще одна большая группа – это эндотоксины. Эндо означает образующиеся внутри человеческого организма. Токсинов таких достаточно много. Они образуются иногда в результате неполного введения погибших клеток, нарушения обмена веществ или каких-то извращениях обменных процессов, когда обменные ферменты или гормоны вырабатываются недостаточно правильно. И все неправильные вещества, пусть даже синтезированные самим организмом по какой-то причине, вовремя не выводятся из околоклеточного пространства. И та, и другая группа являются практически болезнетворными факторами. И, кстати, эндогенные токсины очень часто образуются дополнительно, если возникает любой воспалительный или инфекционный процесс. То есть болезнь сама, будучи сформирована на базе какого-либо гомотоксикоза, в дальнейшем может дать его продолжение за счет собственных ядов, которые производятся во время существования и прогрессирования болезни любого характера, который проходит в нашем организме. Вначале считалось, что токсины не так уж вредны для человеческого организма. Но постепенно, когда этому вопросу стали уделять большее внимание, немножко потеснив внимание от паразитов к этому разделу, оказалось, что наличие в организме различного вида токсинов вызывает иногда очень сходные болезненные процессы и является не менее вредным фактором, чем все те же паразиты, потому что эти токсины могут накапливаться, сами порождать продолжение болезнетворного процесса. И являясь их инициатором, не дают нашему организму просто вырваться из этого состояния. И очень многие токсикозы получили даже некоторые собственные названия. Это, например, хорошо известный всем синдром хронической усталости, который раньше считался чисто паразитарным заболеванием, но сейчас выясняется, что много очень и токсических факторов оказывают влияние на формирование этого синдрома с поражением нервной и мышечной системы и даже на течение высших нервно-психических процессов также способны влиять, поскольку центральная нервная система в этом отношении ничуть не лучше других органов и тканей и также часто рождаются токсины, которые способны проникнуть, они в общем без труда проникают через гематоэнцефалический барьер, который пытается выставить организм, отделяя отравленную кровь от ЦНС, но тем не менее ей это не удается. И поэтому ЦНС также страдает и также заболевает иногда, совершенно необычными заболеваниями высказано даже такое своеобразное предположение, что например такое тяжелое заболевание, как болезнь Альцгеймера, которую все хорошо знают или слабоумие, часто является спровоцированным токсинами, в частности алюминием и тяжелыми металлами, которые легко проходят через барьер, естественно, будучи металлами. Уж нитраты, которые содержатся везде в воде и в почве, которые и в пище, которую мы употребляем, также способны повредить не только сосудистую систему, но и нервный баланс. Наша с вами задача сегодня будет разработать такую биорезонансную программу, чтобы вывести токсины из организма, из всех его очагов локализации, от всех уровней, начиная от более глубокого уровня от клетки до тканевого внешнего уровня и добиться полного восстановления функции органов фильтров, выводящих эти токсины, и вернуть себе состояние здоровья. Это всегда было нашей задачей, а сегодня особенно. Гомотоксины, как мы понимаем, и токсины вообще, если вам не очень нравится приставка гомо, означающая человеческий токсин, это все материальные, чисто химические, биохимические факторы, и нематериальные. Часть из токсинов относится к своеобразным факторам, которые вообще невозможно ни увидеть, ни пощупать, но их влияние на человеческий организм очень глубокое, очень негативное. Это психические и физические факторы, которые могут резко нарушить баланс нашего здоровья. И тоже об этом надо учитывать. Не зря говорят, что все болезни от нервов. Ну, все не все, но часть нервно-психических токсинов, назовем их четко совершенно, это, конечно, экзогенные бывают и эндогенные, плохие собственные мысли, печаль и депрессия. Это как раз не помогает нашему человеческому здоровью восстановить свой баланс. Для того, чтобы избавиться и провести грамотную интоксикацию и составить любую программу выведения токсинов, нужно использовать действительно несколько методов. Прежде всего, дренажные методы. То есть то, к чему мы, в общем-то, привыкли, это непосредственно методы очищения, выведения токсинов, где бы они не локализовались. Для этого у нас вполне достаточно программ. Далее, не пропуская программу эллиминации токсинов, это обязательная вещь. То есть токсины должны быть выведены таким образом, чтобы они были ориентированы и доставлены лимфой и кровотоком к месту их будущего выведения. Поэтому третьим важнейшим, это не пункт, этап, это все вместе приходится делать в одной программе, поэтому программа сегодня будет только одна, но она будет комплексная. И поэтому пропустить этап активации органов, фильтров или дренажных органов, так как это принято говорить в медицине, это прежде всего гептобилиарная система, то есть печень с ее вводящими путями. Нельзя опускать и роль поджелудочной железы, которую мы уже теперь стали с вами уважать больше, чем уважали несколько раньше. Это система пищеварительного тракта, естественно, вводящая часть токсинов. Это почки, мочевой пузырь, лимфатическая система кожи, все слизистые оболочки и дыхательные пути, которые также являются. То есть все органы, которые имеют возможность общаться с внешней средой, часто являются местом внедрения токсинов, но и их при правильной тактике можно использовать при оздоровлении этих органов, добиться выведения токсинов из организма в окружающую среду. И не допустить повторного проникновения этих токсинов и накопления их в организме. Вот этот пункт самый такой обсуждаемый и нами, и вообще специалистами по введению токсинов из гомотоксикологами. И тем не менее этот вопрос возможен. Каким способом? Это прежде всего укрепление органов барьерных, о которых я только что сказала. И второй способ – это почаще проводить программы по очищению нашего организма от любых видов токсинов, не пропуская никакого органа. Нельзя почистить, например, печень, а остальные органы оставить совершенно без внимания. Поэтому, а уж пройти мимо клетки, которая является первой жертвой и накоплением в организме гомотоксинов, не дай бог, если токсины проникнут непосредственно в клетку, то это смерть клеточная, самая глубокая степень накопления токсинов, гомотоксикоза. А токсины, опять же, приходится выводить из клеток в углоклеточные пространства, в ткани, затем их объединять в общую, так сказать, токсическую массу и очистить их организм в целом, учитывая характер самих гомотоксинов и характер органов, которые выделяют их. Например, почки выделяют в основном солевые варианты токсинов, потому что их способ детоксикации связан с образованием мочи и способ выведения токсинов с образованием солей. Органы дыхания, органы пищеварения, вы представляете себе, как выделяются своим отделяемым все необходимые токсические массы со стулом или с мокротой, если это органы дыхания. А печень имеет сложнейшую систему выведения токсинов, которые являются одним из основных органов детоксикации, в чем ей, печени, часто помогает поджелудочная железа и кожные покровы. Не зря говорят, что чистая кожа является лицом организма, очищенного от гомотоксинов. И наоборот, появление на коже каких-либо патологических изменений, это, конечно, нельзя абсолютировать и буквально воспринимать, но тем не менее является проявлением накопления токсинов непосредственно в более глубоких слоях нашего организма. Естественно, помимо того, что мы вывели, предположим, наши все токсины, это нелегкая задача, но тем не менее это приходится делать. Нужно же еще и сделать еще две вещи, как минимум. Это восстановить поврежденные токсинами все ткани и клетки и включить орган в ритм нормальной работы, а систему в нормальную работу на уровне всего организма. И обязательно, конечно, активизировать и восстановить защитную роль большой защитной системы. Несмотря на то, что коррекция токсикоза очень большое значение имеет, прежде всего, конечно, выведения токсинов в он, нам нельзя и забывать о том, что нам для профилактики повторного заражения, не побоюсь этого слова, гомотоксинами, проникновения их и вновь накопления в крови и других тканях этих ядовитых веществ, нам необходимо мобилизовать все механизмы защиты, которыми мы располагаем. И помимо той самой большой системы защиты, куда входит гормональная система эндокринная, естественно, нейроэндокринная система, ее часто соединяются с эндокринной правильно совершенно, потому что и нервы, и гормоны имеют общий центр производства подкорки, это гепталамус, и, само собой, естественно, иммунную систему, которая дружным фронтом должна выступить против внешних и внутренних токсических ядов, шлаков, разнообразного, часто очень сложного происхождения. Например, если вы у себя на участке просто сожгли несколько целлофановых пакетов, то вы подышали одним из страшных ядов, бисфенолом, который очень непросто вывести из организма, но который отравляет нашу печень с очень большим успехом. Поэтому иногда даже происходят странные вещи. Если вы не заботитесь о своем организме регулярно, не занимаетесь его очищением, что называется, приборкой токсинов, то болезни возникают иногда просто как неудачная попытка вывести тем или иным способом токсины из нашего организма и попытками самостоятельно наших защитных систем как-то скомпенсировать тот ущерб, который возникает в результате буквально поражающего, разрушающего действия токсических сложных веществ на не только на клетки, но на целые органы. Поэтому не надо рассматривать так уж прямо все болезни, как результат болезни накоплений, паразитарной инфекции. Иногда происходят, к сожалению, и чисто токсические проблемы. Например, такие заболевания, как остеохантроз, поражение печени, поражение внутренних органов, нервной системы часто являются результатом токсинов. воздействие на эти структуры различных и промышленных и собственных токсинов и ядов. Как я уже говорила, что накопление токсинов чаще всего приходится чаще наблюдать именно в околоклеточном пространстве. Именно здесь, в межклеточном матриксе, как мы уже говорим в результате пользования нашими программами, это околоклеточное пространство, это не просто жидкость, это сложная структура из соединительно-тканных волокон, находящихся в околоклеточном пространстве, которые либо заболачиваются в результате накопления токсинов и ядов. Здесь, если дренаж околоклеточного матрикса, межклеточного, пространство проводится нерегулярно и нарушены явления лимфокроватного, лимфатического и общего артериального и венозного кровотока. Только в этом случае, если мы будем включать программы дренирующего характера, не вообще дренаж. Само собой, эта программа не может быть пропущена в программе очищения организма от токсинов, а начинать именно с детоксикации соединительно-тканного пространства и вообще несколько программ включить, приводящих состояние этого первичного барьера к норме, то процесс значительно упростится, эффективность его будет достаточно высокой, и с этого уровня процесс детоксикации пройдет более гладко, нежели мы могли бы это сделать без включения детоксикации межклеточного пространства. Современные ученые много пишут о том, что в принципе, если бы не было вредоносных факторов, которые оказывают патологическое влияние на наш организм, в данном случае мы обсуждаем токсины, шлаки и яды собственного и внешнего происхождения, то некоторые органы и вообще общая продолжительность жизни заложены генетической природой в нас до 150 лет, а вот почки в частности могут рассчитывать на более даже длительный период жизни, где-то до 200 лет, но вы прекрасно знаете, что почки в нашем современном мире являются очень уязвимым органом, поскольку на них действуют одновременно паразиты, которые тоже являются с точки зрения реки Вега токсином, гомотоксином, поэтому здесь нет разделения никакого на то, что делать. Делать надо, приходится все. Сочетать программу паразит-детокс и детокс, так сказать, токсинов, шлаков и ядов. Это параллельные процессы, которые разделить не представляется возможным. Я уже говорила о том, что в нашей с Вами ситуации действительно достаточно много факторов, которые мы раньше даже и не относили совсем к токсическим ядовитым вредоносным факторам и уж тем более никогда не включали в программу очищения и восстановления от различных патологических влияний. Но, тем не менее, существуют и психологические гомотоксины, если можно так сказать. И реки Вега включает этот раздел. При этом нейропсихологический баланс, в котором находится наш организм, крайне важен на тот период, когда мы начинаем процесс очищения нашего организма и восстановления его функций при обсуждении процесса детоксикации. Причем этот процесс у нормального человека, когда процесс его возбуждения, торможения положительных и отрицательных эмоций находится в равновесии, это крайне редко встречается, потому что все люди взрослые и даже дети уже не способны поддерживать это нервно-психическое равновесие в связи с теми различными негативными эмоциями, неприятными событиями, тяжелыми мыслями. Многочисленные, кстати, школьные нагрузки, если это идет у детей, то все это накапливается при присоединении, кроме того, еще различных внешних факторов, в том числе и работа за компьютером, и перегрузки психические днем, а сон нарушается и все время в голове продолжают крутиться все те же отрицательные мысли, все это является как раз тем комплексом нейропсихологическому токсическому началу, который, естественно, мы должны также будем учесть при работе в нашей программе. Есть еще одна проблема. Как ведут себя токсины, попадая в наш организм? Есть токсические вещества, которые, в общем, попадают незаметно и при определенном стечении обстоятельств, при повышении их концентрации, поступлении токсинов другого рода, способны медленно оказывать разрушающие действия на организм. Это малозаметно. Но есть и вещества с высокной степенью токсичности, агрессивности и быстротой действия. Часто мы их используем в нашей практике. Это пестициды, различные порошки, красители. Все это постепенно приводит, даже, надо сказать, не очень теперь уже постепенно. В течение даже нескольких недель организм способен сформировать вначале вялотекущее, а потом более обостряющееся и переходящее в рецидивирующие хронические расстройства внутренних органов. Таков характер этих быстродействующих токсинов. С возрастом, конечно, токсинов в организме становится не только больше, но и разнообразнее. Все, что я говорил до сих пор, это относилось к людям средней и молодой группам нашего населения. А вот люди пожилого возраста встречаются совершенно необычными токсинами, токсинами старости и токсинами, часто приводящие, даже некоторые американцы называют их токсинами смерти. Это прежде всего продукты неверного распада белков и накопления в крови. Кадаверина, протамина. Кадаверина вообще означает близкий к летальному такой белок. Очень трудно вывести. Угреводами старости является глютенинная гли-1 в результате неправильного употребления, переваривания пищи непосредственно стареющим кишечником. И действительно, этот набор углеводов очень трудно обнаружить и еще труднее вывести вон из организма, потому что слизистая оболочка желудочно-кишечного тракта стареет сама по себе. И хорошо известны такие броские названия, которые, в общем, сейчас немножко слегка стали забываться. Это непосредственно белки, которые являются инициаторами тяжелого процесса амилоидоза накопления такого комплекса жира и белка в организмах с атрофией, то есть дистрофическими разрушительными процессами гибели органов, в частности, почек. Инициатор атеросклероза гомоцистеин. Ну и совсем броской и ярко называющейся это жирморазма липофусцин. Вообще липофусцин, конечно, более характерен для накопления его в клетках головного мозга и нервной системы. Действительно, нарушая общение сообщества между клетками центральной нервной системы, может быть инициатором таких дегенеративных старческих процессов, как старческий маразм, потеря памяти. Поэтому липофусцин накапливается не только в клетках нервной системы. Ожирение печени тоже хорошо известный вам процесс, где в клетках печени откладывается бурый жир, и от которого точно также можно избавиться общими дренажными очищающими процессами. Но, к сожалению, этого мало кто из врачей общей сети этим пользуется и тем более плохо знает. нет. Поэтому о роли паразита формирования атеросклероза в общем стали уже представлять себе и тромбофлебид, в том числе помнят многие и узкие специалисты. А вот о роли липофусцина он по родственному близок по структуре к жиру, который встречается у детей первого года жизни. Постепенно бурый жир у детей младшей возрастной группы рассасывается и меняется обыкновенным таким светлым жиром, которым характерен жир подкожной клетчатки. А вот бурый жир – это патологический жир. Именно в нем находятся токсины. Поэтому, когда мы начинаем процесс очищения, очень часто в кровоток попадает большое количество токсинов. Худеете ли вы, проводите ли вы активно неожиданно дренажные мероприятия без процессов элиминации и выведения их с помощью органов барьера, вы можете нанести своему организму достаточно большой вред. Если они подготовлены, будете неверно построить программу дренажно-очистительного процесса или начнете его не оттуда, не с околоклеточного пространства, из глубин вы ловите токсины наружу, а затем вон из организма, а попытаетесь, например, просто провести процесс детоксикации. Детоксикации вообще. Очень трудно бывает потом привести свой организм в порядок. Поэтому нам нужно сделать что возобновить функционерную естественного пути заложенного природы в нас. Эта система в свое время без накопления и самоотравления продуктами собственными и чужеродными этот процесс был и есть. И его можно восстановить с помощью биорезонанса. Во-первых, это, конечно, естественный путь обезвреживания токсинов и путь эндоэкологической чистки нашего организма. Вот это два пути, по которым мы с вами и идем. Вот перед вами программа, о которой сегодня, собственно, идет речь. И мы с вами здесь сможем увидеть то, о чем я с вами так долго, в течение почти больше, чем получаса, говорила. Это прежде всего такие системные программы, как аутоинтоксикация. Это процесс, который позволяет нам расшевелить активность дренажных механизмов на уровне околоклеточного пространства. Собственно, сделать из стоячего болота активное движение токсинов от центра к периферии. Для этого, естественно, нам понадобятся такие программы, как детоксматрикс, о которой я вам уже говорила, которая позволяет действительно очистить околоклеточное и даже иногда внутриклеточное пространство от накопившихся там ядов. И не откладывая в долгий ящик, сразу же непосредственно этот процесс закрепляется, потому что механизм дренажа околоклеточного пространства, он относится к системе защитных сил организма и требует немедленное подкрепление. Собственно, этому посвящен первый десятидневный этап нашей программы. Дальше мы двигаемся по цепочке и видим, что с помощью клеточных частот и программа очень приятная, полезная, это и обновление клеток. Мы как бы продолжаем этот этап тем, что, как я уже говорила, убрав из околоклеточного пространства, из любого пространства, в том числе в данном случае околоклеточного ядовитые вещества, мы тоже начинаем поддерживать здоровье оставшихся в живых клетках, возобновляем их жизнедеятельность, кооперацию между ними и в том числе стараемся восстановить кооперацию клеток в ткани, что тоже очень важно. Сюда еще обязательно мы вставляем программу выведения из околоклеточного пространства тяжелых металлов и общую программу паразитодетокс, которая, конечно, не позволяет вывести всех паразитов из организма, но из околоклеточного пространства с помощью дренажной поддержки действительно возможно выведение мелких паразитов, которые нашли себе прибежище в глубоких слоях нашего организма и никак не хотят выводиться из нашего организма, покидать его, им там уютно, много питательных веществ и все условия для их размножения. Программа паразитодетокс позволит ликвидировать непосредственно эту проблему. Дальше мы не забываем, что кроме всяких, скажем, паразитов и токсинов нашего собственного происхождения, много в нашем организме и в органах и тканях, это уже следующий этап нашей программы, это тканевой этап, где уже нужно ставить вопрос о химическом детоксе. И эта программа нашла свое место на третьем этапе. Тканевой уровень выведения токсинов из глубоких слоев непосредственно в общий лимфо- и кровоток это программа лимфодетокс, которая поддерживается программой управления лимфосистемой. Управление лимфосистемой означает только одно. Мы заставляем нашу лимфатическую систему, помогаем лимфатической системе осуществлять перенос токсического начала из тканевых орган и органных локализаций непосредственно в лимфо- и кровоток. Сделать это самостоятельный организм не может, поэтому необходимо, естественно, нам придется это сделать и мы это сделаем уже на этапе после выведения токсинов к органам и фильтрам. Мы непосредственно должны добавить программу по витализации. Витализация означает, конечно, прежде всего способность к оздоровлению клеток и органов. Второе – это снабжение органов непосредственно энергии, необходимой им для того, чтобы вывести вон накопившиеся токсические ядовитые вещества. Поэтому программа витализации здесь к месту. Ну и, наконец, на восстановительном этапе мы ставим две программы, которые вроде бы как-то немножко не сходятся, но тем не менее это так. Элиминация токсинов, вы прекрасно понимаете, необходима. Это и есть работа с органами-фильтрами, то есть непосредственное выведение токсинов с помощью почек, кишечника, органов дыхания, кожи и других органов фильтров. У нас была такая программа и был такой семинар. А вот что такое восстановление ДНК? Восстановление ДНК означает, что мы свое поврежденное накоплением гомотоксинов и, может быть, даже, скажем так, внутриклеточное накопление токсинов привело к гибели некоторых клеток, привело к какой-то процессам, ну, не совсем доброкачественным, скажем, появление полипов или каких-то кист в организме. Мы восстанавливаем на уровне всего организма свое собственное ДНК. То есть даем возможность органам наработать свою изначальную массу и сделать ее здоровой. Поэтому эта программа на этом месте очень и очень полезна будет. Это не просто размножение клеток или обновление клеток, которая была у нас на более раннем этапе. Восстановление собственной ДНК означает восстановление баланса нашего организма на клеточном, тканевом и общеорганном уровне. А это здоровье нашего организма. Программа довольно длинная, около 40 дней, получается, если вы посмотрите все этапы от первого до последнего. Причем рекомендуем мы после двухнедельного перерыва, как всегда, повторить эту программу. Для того, чтобы не только процесс очищения прошел полностью, но и вновь организм вспомнил наша задача вспомнить, помочь организму тот путь детоксикации, которые и варианты детоксикации существовали у него до того, как мы отравили его нашими токсинами. Поэтому необходимость повторения этой программы, она необходимо диктуется прежде всего тем, что мы не хотим вновь рецидивов процессов, которые вызвали те или иные токсины, и хотим сохранить наш организм в целости еще на много лет. Поэтому, что здесь можно сказать? Регулярно очищая организм от гомотоксинов, мы на долгие годы сохраняем не только наше здоровье, но и молодость, потому что токсины старости так и и же токсины, как и токсины внешнего ядовитого химического происхождения. Поэтому я хочу вас поблагодарить за внимание. Продолжение следует...